Звучит музыка Звучит музыка Храм Иоанна Конштадтского освящен в 2002 году над Владыкой Викентием. В честь Иоанна Конштадтского икону написали краном. В 2005 году написали известные украинские мастера. Вострецова Любовь Михайловна. Царскую икону мы 2 года назад заказывали. Он написал царскую икону. Анастас это один из первых мы здесь сделали еще 10 лет назад. Все сделано здесь своими руками. Звучит музыка Со столярки, основной церкви столярные. Станки, циркулярка, фуголь, фрезер. Распитали Ана Лоева, рубашки к престолам. Иконостас, стасидию. Музыка Можно распаковать иконостас. Сейчас я скажу ребятам. Царские врата написаны уже для Лопаевска, для нового храма. Музыка Пойдем пока. Вот склеивается доска, например, для иконы. Вот доски тоже отборные лесные специальные. Это резьбовая. Здесь сидят резчики. Здесь все от начала делают из липы, из кедра щиты. Выпиливают их. А дальше ручную. Наши стамески прадеды, стамесками, резаками. Вырезают. Потом эту резьбу доводим. Вышкуриваем до такого состояния. Бывает, когда золотим ее под золото, под специальное. Как уже заказчику. Когда мы морим, плаком, делаем иконостас. Сейчас большой иконостас там в туру. Нижнюю туру надо. Музыка Музыка Сейчас делается доска из дерева. Тоже отборное дерево сухое. Потом наклеивается палка льняная. Высушивается, просушивается. Все как следует. Клей мездоровый, тоже натуральный. Здесь братская трапезная. Завтрак, обед, кушать. Стол братский. Печка вот здесь. Печка с сцами тоже, братья. Готовим. Сегодня борщик. Вот, пожалуйста, сок березовый. Молоко парное. Икона написана тоже на масло. В оптиной кустыне нам подарили его. Потом вот уникальная икона. Сделана на бересте. И иголками. Вот это большой лист бересты. Вот батюшка Иоанн Каштаски. Вот лемех привезенный из Соловков. То, что мы тоже делаем сейчас. Мы тоже стараемся жить тоже, как наши предки живут. По-простому. Своим трудом. Здесь сделаем тоже доски. Уже финишная стадия. То есть это вот на павлуку наносим левказ. Это мездровый клей. Мед. Олифа. Мел. Все натуральное. Все доски. И могут они простоять. И двести, и триста, и пятьсот лет. Потому что технология старинная. Предки делали так. И нам передали. Мы стараемся от нее не отходить. Храм на крови. Распределяют доски. Все большие, такие вот керри братские, бардак, ну это он делает инсталляции, придумывает из обрезков, вот такие, тоже можно снять немного. Тут мой кабинет, ну и теле, тут же как бы и живем, чертежи, какие-то проекты, делали трон патриарху еще давно лет 10 назад, золоченый, резной, стиленую. Интересный линск, такой тоже вот трон дубовый, черногорский такой вариант, престолы, рубашки к престолам, троны, нагорнее место, жертвенники. Ну тут у меня хобби, я вот кроватки делаю тоже еще свободно, это было то время, кивоты вот там, какие-то вот разные, анастасы, даже лесенки иногда кто-то просит, берем лесенки, делаем вот, анастасы, купола, золочения. Бочки, бочки, анастасы, купели для крещения. Ну много-много, то есть вот один из самых таких интересных работ, тоже, Марининск, там 12 куполов храм. Кивоты вот такие вот, золоченые там, пантелеймон, много их, 4 штуки таких сделали, ну там весь храм отделали, царские врата. Цепь вот под открытым небом, купола, где в основном здесь делаем, сейчас хотим вот тоже с Божьей помощью, ну что, стенку здесь построить, еще надо, и чтобы, ну уже, все, пространство уже все, оно работало функционально. Вот тоже технологию разработали, что вот эти кресты с хвостовиком, они как бы вот туда садятся, и поэтому их удобно транспортировать, то есть внутренне он, получается там, пустое место, как раз подойдет. То есть их удобно монтировать, удобно транспортировка, вот удобно оно, и не надо потом, ну тоже проблематично с крестами там возиться тоже, тем же краном мы хвостовик опускаем, его уже не крепим, он там монолитно встает в этом своем гнезде. С одним лемехом там, например. Чтобы сделать один вот такой лемех, ну, до 20 операций человек должен сделать, ну, да, кажется, что когда он уже, ну, готово, что тут делать, просто чтобы вот так вот сделать, ну, почти 20 с лишним операций, ну, скажем, человеку надо сделать, от распиловки, и для того, как уже прикрепить его сюда, вот, например, вот, ширина лемеха 150-140, диаметр купола там бывает 2 метра, и, а их, ну, вот, в ряду штук 25-30, если, вот, на 1 миллиметр ошибся, вот, то щель будет, уже, на 1 миллиметр даже с 25, да, 2,5 сантиметра будет щель, то есть это надо подгонять так, чтобы учитывать все эти вещи. Субтитры создавал DimaTorzok